Вот, сейчас Нелли не будет задавать вопросы. Вообще-то она профессиональный журналист, вы приглядитесь к этой девушке, она молодая, красивая, у нее очень хорошая фигура, очень хорошее образование. Как, я тебя разглядела. Ну давай, задавай вопросы. Мы абсолютно не готовились, абсолютно. Пока наши танцуют, мы тут сидим. Сейчас я придумаю вот первые вопросы. Ну, первое впечатление, когда ты вышла из самолета? Первое впечатление? Ну, у меня такое было радостное впечатление, потому что я здесь не была 26 лет, в Армении посещала 26 лет. И, в принципе, меня не то, что не тянуло в Армению, у меня здесь нет родных. Почему многие армяне очень часто посещали, когда выезжали за рубеж, они часто приезжали летом. Бывал так же армяне, вот они два-три раза на год приезжали. Те, кто живут в России, в Украине, ты не замечал, но часто приезжали. Да. А знаешь, почему? Не потому, что вот, потому что родители жили здесь, родственники, жен и мужа жили здесь. То есть, Азад женился на мне, а у меня-то здесь никого не было, и я его не тянула. А в семье знаешь как? Жена очень большое значение имеет. Куда она вот потянет, как бы незаметно, туда как-то муж и идет. Вот, например, Азад очень много работал, а я понимала, что ему надо отдыхать. И я целый день сидела за компьютером, у меня есть сайты, я там искала туры. Туры за границей, ну так как Армению я уже как бы видела, мне было интересно другие страны посмотреть. И я там выбирала туры недорогие, горящие туры, покупала билеты и так со стороны ему показывала. Он возмущался, ну ты что, мне надо работать, потом сейчас не время отдыхать. Я говорю, ничего, это недорого. А когда будет время? Когда будем с пакетами уже лекарств идти? Надо сейчас. И ты знаешь, он там бурчал, бурчал, но он понимал, что надо налоги заплатить, надо еще что-то, потому что скоро там мы едем. И так мы посетили почти всю Европу, очень много стран. Ну вот чем отличается, например, Ереван от европейских городов? Ну, это сложно именно как страну, именно ты хочешь города, что я сравнила? Да, города. Ну, машины. Ну, я бы хотела страну, страны сравнить. Во-первых, настолько гостеприимную страну я, наверное, нигде не видела. Вот такую гостеприимную, она такая, знаешь, теплая. Это не потому, что я, ну, у меня армянская кровь, нет. То есть настолько теплых, комфортных людей я вот нигде, ни в одной стране я не видела. Я вот думаю, где-то я видела и нет. Какая-то страна меня все-таки произвела впечатление? Нет. Европа, она довольно холодная. Вот те страны Азии, ну, вот разве что, о, Индия. Вот разве что-то, да, что-то с Индией было такое схожее, очень добрые люди с горящими глазами. Вот Армения мне напоминает, да, вот Армения и Индия, такие страны. Я очень впечатлена этот раз в Армении. Такое ощущение, что я 4 года здесь не жила. Жила и жила, но сейчас я на нее по-другому посмотрела, я с другим, свежим взглядом. А когда я жила здесь? Я жила с 88 по 93 год. То есть жила с самой тяжелой, по 99. Да, с 89. Разные страны. Да, это разные страны. Это, знаешь, как мы сидели и над керосинкой. То есть была керосинка, вода была по часам, свет был по часам, за хлебом были карточки. То есть это самое-самое тяжелое время было, я не знаю. Тут, знаешь, это время самое счастливое. Самое любимое блюдо, которое было у тебя до Армении, вот, например, сейчас? До Армении у меня была долма. Да. А сейчас ламаджо. У меня просто, я не знаю. Мы каждый день ходим на Кай-Ай-А, туда, в Кай-Ай-Ай-Ану, и там покупаем ламаджо. А там, слушай, ты уже скоро в ламаджо превратишься. Ну, я не знаю, тут так все вкусно, Нелли, как тут, боже мой. Ты знаешь, я с какой-то стороны, я даже, ну, как, я же хочу рассказать об Армении, что здесь очень вкусно, все хорошо и очень недорого. А с другой стороны, я даже говорю, боже мой, я сейчас все расскажу. Сюда повалит очень много людей. И когда мне надо будет приезжать, здесь станется дорого. Это такой островок, о котором мало кто знает. То есть Армения абсолютно не открыта. Может быть, вы думаете, да, у нас есть туристы. Потому что я когда говорю, да нет, у нас много туристов. Нет, это еще вообще не туристы. То есть Армения миру пока еще не открыта. Практически мало кто знает, насколько здесь хорошо, насколько здесь красиво. Я когда ехала на машине в Арцах, я была, я была, ну, я была просто, чуть не задохнулась. Завораживающая красота. Такую красоту я видела в Швейцарии. И такую красоту я видела у нас, видела в этом, ну, в Закарпатии у нас тоже очень красиво. Просто люди, которые там живут, я вот это именно хочу очень показать, что как в Арцахе красиво. А какие продукты тут очень вкусные. Слушай, ну, абсолютно, я не знаю, как они пахнут. Как будто пахнут они. Потому что в Украине капусту, баклажаны, мы покупаем с мамой там все. Очень же много там чернозема. Вообще Украина очень богатая земля, там, благородные земли. Ну, почему-то там продукты не пахнут, потому что там солнца мало. А здесь еще очень много солнца. И продукты содержат столько же много теплоты, красоты, столько же, сколько и в людях это есть. Когда я заговариваю на русском языке, вот, например, мне, а, кстати, я отвечу на этот вопрос. А Ереван очень похож на Одессу. В Одессу, ты когда заходишь, в Одессе тоже такие же открытые люди. В Одессе ты когда в автобусе спрашиваешь, куда пройти, тебе весь автобус отвечает. Тоже так? Тебе весь автобус отвечает? Да, эти тюгей перебивают. Нет, ты неправильно говоришь, надо так, нет. И то же самое в Ереване. Я вот даже чувствую, что если я попрошу у кого-то денег купить мне кофе или поесть, мне дадут. Мне дадут. А что ты можешь сказать о стиле жизни или вообще, как люди одеваются здесь? Что, например, тебе нравится или не нравится? Я когда сюда, я когда собирала вещи, чемодан, я говорю, боже мой, азад, ну, я не знаю, какие мне вещи взять, да, я вот не знаю, какое мне направление в одежды в стиле выбрать. Я разных стилей придерживаюсь. Ну, Армения же современная страна, а сейчас, наверное, там так же одеваются, как во всем мире, одеваются по-разному, то есть смешанно. Это я так себе поняла. И я набросала в чемодан разную одежду, и это же не ошиблась. То есть, например, как в Киеве, вот если я сейчас бываю в Киеве, ты в Киеве можешь по-разному одеться. Ты можешь одеться очень скромно, а можешь не скромно, а можешь очень шикарно. Там практически на это не обращают внимания. Может быть, в каком-то обществе, где ты вхожа, каких-то клубов, да, на тебя обратят внимание. А вот так, когда ты ходишь по улицу, ты по-разному, там одеваешься по-разному. То есть, это может быть разный стиль, разные направления моди, абсолютно все разное. Но вот нету такого, знаешь, как раньше было, вот еще когда я училась, очень много блестка было. Очень много всяких таких было разных ярких таких, ярких фасонов, ярких красок. Вот, кстати, вот этого сейчас нету, и мне это радует. Но, во всяком случае, я этого не замечала. Может быть, я этого не замечала. То есть, довольно все скромно, стильно. Заметила, что много есть магазинов с косметикой. И очень много красок. Да. То есть, я когда... Ну, ты смотри вот мое видео, где я говорю об армянских девушках. Ни одна армянская девушка... Я тут намного... У меня косметика заканчивается, понимаете? У меня косметичка заканчивается моя. Потому что я так часто в Украине не крашусь. А здесь я понимаю, что если я не покрашусь, не навожу мурамитову, я когда-то как блеклая моль буду. Все, все, от мала до велика, обязательно, особенно вот она сейчас... Да, обязательно, да. Кабуки всегда препаратим. Ну, знаешь, это не только армянская. Я когда жила в Аббу, кавказские девушки, они всегда за собой смотрят. То есть, если вы посмотрите, у нее волосы, да? У нее волосы, это так, что она пришла на день рождения, что она просто выйдет в булочную, да? Она всегда будет ухоженная. Вот это мне... Я когда-то в своем видео про армян, я говорила, армянская девушка, если она пойдет в булочную, она обязательно сделает себе прическу, потом пойдет. Но это нас с детства приучили. Ну, это так и есть. Я, например, в Украине, я вот... Сейчас я делаю... Ну, даже Азад сегодня посмотрела, у меня, когда-то немного намазала. Он сам мне... Он сам Азад не привык, что я так крашусь, да. Я как-то в Украине, я как-то помаду делаю, я сделала. Видишь, тату я себе и сделала, так, чтобы каждый день не сделаться. Но мне это нравится, это хорошо. Я свою дочку, Анечку, я приучаю. Потому что Анечка мне говорит, я должна быть умной. Я бы, слушай, Аня, сначала красивой должна быть, потом уже умной. А как парень узнает? Нелли, а как парень узнает, что она умная? Он должен сначала зацепить его взглядом, потом бабах, она еще умная. Тут у нас расходятся взгляды. Почему? Подожди. Девушка что? А ты согласна, что девушка умная, она не может быть некрасивой? Ну, умная девушка? Она за собой? Она не может быть некрасивой. Она обязательно. Ты же когда тут села? Кстати, почему ты тут села? Ты сказала, это моя выгодная сторона, это моя рабочая сторона. То есть умная девушка, она всегда с рабочей стороной повернула. А как я снимаюсь влоги, я просто присмотрелся, там все блогеры. У меня это рабочая сторона. Да, у меня вот это абсолютно не рабочая сторона. Я не могу, я даже хуже вылежу. Я как-то снимала видео, думаю, что я как-то села в машину мужа, что я так плохо вылежу, а потом поняла. Нет, ну ты согласна, Анечка, что умная женщина, девушка, она, даже если природа ее не одарила, она обязательно что-то сотворит с собой, она будет выглядеть хорошо. Она будет гламурно выглядеть. Может быть, некрасиво, но гламурно. Она будет эффектно выглядеть. Если мы говорим об умных девушках, то я сначала подумала, что ты сказала о начитанных. Ну, знаешь, начитанные девушки, ну как, начитанные тоже могут быть умные, но не все умные это начитанные, не все начитанные это умные, да, это такое дело. Или, например, я даже считаю, что не все девушки, если они умные, они могут быть и не грамотные, они могут быть в правописи, какие-то знаки неграмотности позволять. Например, это я уже о себе говорю, это я уже о себе говорю, потому что я забыла, я иногда неграмотно пишу, а мне делают замечания. А я не читаю себя глупо, ну иногда забываешь, понимаешь? Я уже давно читаю книги, например, давно не читаю. В молодости, когда я читала в школе, я настолько много читала, что я автоматически грамотно писала. А ты да, а у меня слушаешь, что ты читаешь? Нет, ты что, я даже читала, я даже не знала, как мне вообще Карина подойти к столу. Да. Да, я не знала. Но я раньше, когда я начинала здесь, у меня букварь был, я начинала читать, а потом я уже уехала и так далее. Ну, не знаю, Нелли, что сказать? Да. Я думаю, нам уже пора возвращаться в тот зал. Одиннадцать минут уже. А ты мало вопросов задала. Я, по-моему, больше сказала, что я заговаривала. Просто на дне рождения я попросила Нелли в сторону отойти, немножко поговорить, а потом, а никто не знает, где мы, кстати. Никто не знает. Они, наверное, подозревают меня. У меня даже телефон там в зале. У меня тоже телефон. А, телефон у меня здесь. Телефон. Все, всего хорошего, пока.